Посадили в Кислородово, пересадили. Как же от тебя несет мальчик мой? Ой! И всем привет, уважаемые красоманьяки, подписчики и зрители канала Громогон. С вами Сноврос, и сегодняшнее видео по поездке в клинику будет достаточно жестким, особенно во второй половине видеоролика. Так что будьте готовы, и лучше не кушайте при просмотре. Красивые хроники. Олег-крык. Все старперы в сборе. Вот один гукает, сидит. Упс. Не. И тут вся тусовка. О, все, и вот дохлятина. Да отстань ты от него, тудитый. О, вот. Дохлятина. Я не знаю, чего сейчас с ним будет, конечно, но это все совсем плохо. Вот так вот. Вся тусовка привез. Я тусить же что-то. Да ладно тебе. Ой, да ладно тебе. Да ладно тебе, а тофная фигня. О, вся, вся. О, все единороги. Вы мои золотые крысы. Золотые и дорогущие. Ха-ха-ха. Крисовсали. А, говорит, он жирный. А что, орать-то перестал? А что это еще? Это жир. Ну, не ругай. Мальчик. Широкая душа. Он вообще чуть не сдох. Ему можно. все врем-врем все не успеет а на камеру я приличный тут скотина тоник я орал только что нос он носится поферинку ой нет извини дарья царя уши меня больше интересует у него да вот буквально где-то с неделю начали подволакивать он тоже немного не молоденький кератитные глази сухой глаз на вас получше уши я снять не смогу смотри на меня ну игру из этих троих он самый адекватный да ну кератитный конечно не получил и умывательная фигня ну так и умываю они все тут за два за два года чуть-чуть другой лапки 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 у папки тебе тоже глаза капли хорошо бы да с Здесь всё-таки нет, только там. На этих будут, видишь, на них сработало. Да. Там просто у того ещё очень сильное снижение самого по себе иммунитета. Это его такая возрастная история. Собственно, до Хлятина приехала, из-за которой я больше всего переживаю. Да, он кусаться пытается. Ну, он всегда кусается. Ну, пытался бы кусаться. Потом мне отомстить ещё. Дам руку на съедение. Ну, я говорю, вот, ОГМ, не ОГМ. Ну, не можешь ли это такой, чисто из-за зуба быть? Так резко слететь с катушек. Ну, подожди-ка. Тиста от боли. Чудовище-то. Похудела вообще, жесть. И посмотрю у него там ещё на подписки потом. Типа какого-то. На образование. Зубами шуршит. А лапки-то тянет. Ну, видишь, он весь скукоженный. Он весь скукоженный, ему больно явно. Он вот так лапки тянет. Ну, вы понимаете, что ж этот молник. Больно-больно. Колочь я самому анальгенчику. Давай. Сколько он весит? А он на три. Больно. У меня память офигенная. Ты только что его завешивал. Да-да-да. 296. Окей, сейчас сделаем. Давай тебе. Ну, собственно, вот. Вот посиль. По крайней мере чужих у нас с ртовой полости. Таких очевидных. Нет. Ну, слушай, мне реально, мне кажется, что все-таки что-то типа прикорневого у него. И причмакивает он из-за... Все-таки. Плюс я думал еще, что у него есть воспаление как бы... Прикорневой. Сейчас, секунду. Он перестанет клацать челюстью на меня. Я попробую его пощупать. У него челюсть. Щупал. Я ничего не нащупал. Он просто может не дать тебе пощупать ему. Он уже пытается. Перед смертью, да? Я тебе помру вот еще. Нет, там нет какой-то сон трагедии. Он парбировал себя. Он другого мнения. У него прям трагедия. Тем не менее, все-таки, грудные конечности очень экологичные. Слушай, ну я думаю, если прописать, хуже-то не будет. Если прописать, я думаю, хуже-то не будет. Если будет им точно хуже-то не будет. Просто мы помним о том, что санкции не развиваются. Да. Чаще все-таки про недоброе мнение. Что в человеческой, что в корсиной популяции. Очень маленький процент тех, у кого есть именно пролоктиномы. Энергин, да? Да. Сухой. Сухой-сухой. Я говорю, ему пить больно. Естественно, он сухой. Подсушенный. Как всегда показываю стоимость осмотра всех моих стариков. Вот такую сумму это все обошлось. Все наши старички. Плюс 2000 за такси. Что-то в этот раз дорого было, да. Ну, суммарно, короче, получилось 900. Ну, там плюс-минус. Я точно не помню, сколько за такси отдал. Вот. Вот такие вот цены. Да, пока я тут был со своими крысами, привезли по лантерской линии пасючка и, в общем, там все вообще, да. В процессе осмотра нашей крыс ко мне поступила информация, что был найден дикий травмированный пасюк с вопросом о том, куда его, ну, типа, куда. Так как я находился в клинике, у меня был прямой доступ к ветеринару, я прямым текстом спросил и показал видеоролик, собственно, вот этот. На что мне была дадена вези, конечно. И ребята, волонтеры, огромное спасибо. Сразу быстренько собрали, заказали такси и выцвали животное в клинику. То, что вы увидите дальше, не для слабонервных. Поэтому, если нервы слабые, лучше перемотайте до конца уже там и на итоги посмотрите. Ну, а если вы хотите узнать, насколько там все было жестко и кошмарно, ну, увидите. Это жизнь, с этим приходится сталкиваться ветеринарам и волонтерам достаточно часто. Взлет срочного пасюка. Я не знаю, вы увидите, увидите. Ну, тут совсем плохо. Запах, конечно, стоит вообще жесть. Ну, вот, приехали по горячей линии. Сейчас посадили в кислород его. Пересадили. Как же от тебя несет мальчик мой. Ой. Бу. Да. Ну. Посмотрим. Посмотрим, да. Ну, это не я посмотрю. Роману посмотрит. Кровит. Кровит, кровит. Вон прям. Вон. Вижу, да. Свежая кровь. Ну, это он сейчас пошевелился. Он же сидел спокойненько и потекло. У него, видимо, либо кот, либо собака. Морда вся. Да, да, да. Там у него пробита. Вон, прям видно черепушка. Вот. Вот так вот. Съеду клинику с крысами. Офигеть, вообще. Это трындец, ребятки. Так, ну что? Он еще жив? Да. Я просто не могу даже забрить животное, потому что я вот этому забрить не могу. Это убирайся надо, а так? Да, да, да. А ножницы? Ну, давай морду хотя бы. Отмываем, да. Отмываем, сейчас поменяем. Это мухи. Это мухи, личинки. Опарыши. Съеденная лапа, съеденная морда. Нет, лапа ничего. Более меня. Тут съедено вот то, что было здесь укушено. И оно в ухо лезет. Лезет, лезет, ничего. И он живой. Это он мальчик, девочка? Девочка. Девочка. Офигеть. Крепкие бабы. Да. Так, все, давай. Я вас вставляю. Давай, идем под напором. Ну вот, собственно, девочку, да, почистили. Как смогли? Рома, скажи сама. Сердце становилось. Да. Вот. Сердце за ним доходит. В принципе, глаза сеть нет, мягких тканей нет. Скорее всего, большая часть лопатки кожи бы отмела. В любом случае, это большой карман уже неживых тканей. Мы с этим, может быть, вы еще справились с мягкими тканями, да? Но сколько в таком состоянии, мы не знаем. Мы поставили ей катетер, мы предполагали сейчас уже ее капать битболом, антибактериальными препаратами и для поддержки рингером. Не загадывая вперед, как мы будем ее лечить и как мы ее будем обрабатывать, учитывая, что это дикое животное. Но девочка ушла. Да, получилось все иначе. Ну вот. Сколько она так прорежала, неизвестно, кстати. Ну вот вам такой вот контент. И подводя итоги по тому, что произошло, я, честно говоря, до сих пор под впечатлением. До сих пор я еще помню и запах, и все то, что видел. Я, собственно, присутствовал лично на всем этом. Ребятки, видеокамера не передает запах, который там стоял. И живьем это выглядело, конечно, намного ужаснее. Там пока мыли, смывались все эти опарыши, пересаживают там бокс, кислород. Это ужасно и больно. Я, конечно, уехал оттуда с жутким камнем на сердце. Ну, по старичкам, что я могу сказать. Продолжаем лечиться. Немножко скорректировали лечение. А посючка, конечно, очень жалко. Но это жизнь. Как бы вот такая вот дикая природа, ребятки. И если кто-то считает, что пускай животное в зикую природу вы его спасаете, то нет. Нет. В дикой природе нет спасения. В дикой природе есть только жесть, выживание и смерть. Вот. Извините за такой грустный ролик, но это жизнь. И от этого никуда не деться. А волонтеры стараются это немножко исправить. Да. Я все-таки надеюсь, что ролик был достаточно информативный. И меня не будут кидать там самыми тапками. А с вами как-то был Рос. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Любите крысочек. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова